как вы уже наверно догадались украина развязала войну вот и значит с нашей стороны вынужденная мера это дело прекратить вот значит ну не то чтобы развязала не начала скорее хотела может даже не хотела но могла ну а если не хотел не могла то все равно могла бы когда-нибудь захотеть и развязать поэтому не дожидаясь вот этих подлых выходок со стороны потенциального противника и желая так сказать установить мир во всем мире и защитить население значит от власти которые они не выбирали который им навязано путем выборов значит начата специальная операция причем нас это как бы говорить слово война тут вообще несколько неуместно потому что даже хотя операция официально названа военной но даже не военная операция это миротворческая операция но есть конечно кое-какие сдержки не все и не сразу понимают насколько так сказать мирными являются входящие войска и прилетающие иногда самолеты и ракеты и снаряды вот к сожалению украинская армия вместо того чтобы сразу сдаться затеяла какие-то ответные действия вот это конечно чем быстрее прекратится тем лучше и тогда уж действительно наступит совершенно замечательная жизнь значит ссср всегда была плотом мира и эстафету это приняла наша страна вот разумеется прежде чем установится прочный мир должна быть кое-какая операция завершена победоносно вот и как говорится иногда каким-нибудь гардеробщиками или чиновниками давайте организовывать а то сами себя задерживаете вот но в общем короче говоря а значит единственным условием для заключения перемирия должна быть полная сдача украины и и так сказать населением армия должна капитулировать правительство сложить так сказать полномочия ну будет установлен новое правительство и украина которая нелепым образом воображалась о каким-то государством каким-то государством в государстве вернется к стадии предыдущей гораздо более выигрышные выгодные всем то есть одно из так сказать составных частей великой державы которая носила разные названия россия потом советский союз потом вот российской федерации таким образом значит вот этот статус-кво должен быть восстановлен полностью латинская пословица звучит так статус-кво антибеллиум то есть положение до начала войны вот к этому статус-кво и надо устремляться всеми силами не надо жалеть никаких средств в конце концов как говорится мы не исключаем вариант что в избежание ненужных жертв можно предложить президента украины на выбор или он выполнит все условия или по киев шарахнут но если не ядерный то какой приличной бомба и погибнет несколько миллионов человек вот если это так сказать деловое предложение не будет принято такое же предложение можно сделать и странам антироссийской коалиции тут наметившийся совершенно напрасно то есть тоже предложить повлиять на решение украины о капитуляции или в противном случае мы как говорится не отвечаем за последствия вынужденные конечно нанесение мощных военных ударов значит миротворческих по любым другим странам которые по мнению нашего руководства причастны к этому инциденту